Вы знаете, если говорить про Украину, честно, я тоже выскажу свое мнение честно, как Сергей Лазарев, для начала о технологии подачи новостей. Во всех учебниках западных журналистики, российских в том числе, когда изучаются структуры новостей, преподатели говорят, что первая новость, которая подается в выпуске, это всегда новость, которая очень значима для страны, на которой транслируется выпуск новостей. Когда в России первая новость идет про Украину, я понимаю, что для меня это искусственно созданная новость, потому что мы говорим о государстве, которое не является частью России. Как бы мы ни что ни говорили про Донецкую республику и прочее, у этих граждан паспорта украинские, они имеют право выбора, они имеют право голосовать, быть избранными и так далее. Когда мне в новостях пытаются донести, что украинские новости для меня архиважны, ну, простите, я, может, кого-то обижу в Донецке и Луганске, но для меня то, что происходит в России, в стране, где я живу, гораздо более важные вещи, чем то, что происходит в заграничном для меня государстве. Я считаю, что проблема Украины – это проблема Украины. Что касается... Ну, если мы говорим о проблеме русского языка и защиты русскоязычного населения, окей, хорошо, может быть, мы имеем право защищать. Тогда давайте обратим внимание на Латвию. Если мы так все хотим защищать русскоязычное население. В Латвии живут граждане, которые, будучи в Европейском Союзе, имеют паспорта со словом «alliance» и не имеют права... То есть чужестранцы. Эти граждане не имеют права избираться. Они не имеют права выбирать и голосовать. Если мы так хотим защищать русскоязычное население за границей, почему мы так долго терпели всю эту латвийскую историю, потому что то, что творится там – это настоящий фашизм. Потому что страна Евросоюза имеет два вида паспортов. Вот для меня это, к сожалению, большей проблемой было всегда, чем проблема русских украинцев. Я был много раз в Киеве. Я был несколько раз в Украине, не в Киеве, а в других областях. И я всегда говорил по-русски. И проблем с русским языком у меня не было никогда. Ни в столице Украины, ни в Одессе, ни в Днепропетровске, нигде. Я не был во Львове, к сожалению. Эти все страшилки я слышал, но я не был в Западной Украине. Но в Киеве я всегда говорил по-русски. Никаких проблем у меня не возникало. Никто не плевался и ногами меня не затаптывал. Мне кажется, что история, которая происходит сейчас в Украине, она страшная, но этого всего можно было не допустить. Ни с той, ни с другой стороны. Это для меня искусственно подогреваемая ситуация. Единственное, что меня бесит в этой ситуации, что благодаря играм политиков страдает ни в чем не повинное население. Гибнет мирное население, которое просто еще раз подтверждает аксиому, что как бы мы ни играли в политику, в политике все равно играют нами. Вот это меня раздражает действительно. Хочется, чтобы это все прекратилось, чтобы было перемирие, чтобы стороны договорились, потому что мне очень жалко, наверное, в отличие от политиков, мне действительно жалко людей, которые погибают там.